Всем привет! 28 декабря, пивная пятиминутка и Илья. Сегодня мы будем дегустировать крюгер. Но, в чём тут соль? В том, что я хотел продегустировать крюгер, который у нас продаётся в КБ. Купил вот этот на завтрашний выпуск, которого не продаётся у нас в КБ. Заглянул в свой холодильник. А крюгер-то я, оказывается, не купил КБшный. А мне что-то... Блин, я бы что-то думал, что купил. Ну, значит, будем сегодня пробовать этот, а завтра будем пробовать КБшный. Что-то вода какая-то хреновая стала. Что такие капли? Так что крюгер мягкая. Так вот он выглядит. Его у нас продают в сетке, разливая к водной. Даже фирменная пробочка есть. По неприличной цене 90 рублей. Это до хрена, как до хрена для такого пива. Ну, давайте будем пробовать. Может и не до хрена. Так, пробка у нас не откручивается. Так что зовём Валеру. Валера, настало тое время. Единственное, что? Что ты будешь есть? Ебать, чуть камеру не снёс. Спасибо, Валера. Так. Наливаем. Смотрим, что у нас интересного написано на этикеточке. Сразу вижу, что бутылочка это 0,5. Сейп 1876 года. Мягкая. Крюгер. Оригинал бир. Так. 4,2 у нас спереди написано. Алкоголь. Значит, плотность будет где-нибудь 11. Да, ровно 11 плотности. Ой-ё-ё-ё-ё-ёшеньки. Так. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Состав. Пиво. Вода. Солод. Светлые, ячменные, хмелепродукты. Ну, вот. Вот другое дело. Слава Богу, никаких у нас нету ни соложонок на этот раз. Поэтому, надеюсь, что не будет никаких посторонних ароматов. Ну, и это томское пиво. Кто не помнит или вообще не знает, в принципе, город Томск. Соответственно. Так. Перейдём к напитку. Цвет золотой. Но ближе уже к прозрачному идёт. Ненасыщенный цвет. Аромат. Ну, так. Фу, блядь. И опять орешки забыл. Насыпать себе. С саниной. Опять воняет с саниной. Почему всё региональное пиво в большинстве своём имеет такой аромат дерьмовый? О, вроде подвытокся. Теперь сладковатым солодом. Сладостью и солодом пахнет. Но всё равно с какой-то ноткой неприятной и в аромате. Слава богу, у меня self-made потом будет, буду свиняться перед своими вкусовыми сосочками. Пробуем. Так, главное не вдыхать при глотке. Ну, вот на вкус опять же пойдёт. Светлое пиво, 90 рублей нет. Какой смысл. Жигули возьмите там барное за полтос. Можно два жигули получается взять практически. Что я могу тут сказать? Солодово с кисленькой. Насчёт мягкое. А в чём мягкость? Хотя бы, по крайней мере, на вкусе, на вкусе, без посторонок, без санины. На вкусе это уже вот пиво. Как оно должно быть? Светлое, нормальное пиво. Вроде под выдохло с санина, это уже радует. В принципе, пить можно, но не нужно, честно говоря. Смысла я не вижу за такие деньги его брать. Ещё и получить в аромате с санину. Как бы, то себе ещё удовольствие. Это нам прям извращугой надо быть. Чтоб ещё неприятный аромат. Ощущать, ещё и переплачивать. Всё. Тут, я думаю, больше рассказывать нечего. На этом будем закругляться. Завтра будет крюгер традиционное, которое уже из КБ. Посмотрим, насколько оно хорошечно. Лучше вот мягкого. Сейчас у мягкого я вкус запомнил. Аромат запомнил. Ну, будем традиционное дегустировать. Блин, я же его брал вроде. Как так я его? Ой, ладно. Так, ну и всё. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя новые пивоварни. Томская. Фу-фу-фу. Аромат. Ну, это вот опять вариант из бутылки. То есть, открыли, не ощущая аромата, пьёте из горла. Как бы тоже не есть хорошо. Если я пью пиво, я хочу всё получить. И цвет, и вкус, и аромат нормальными. Но что-то пошло не так. Томская пока рекомендовать не могу. Завтра попробуем традиционное и посмотрим. Так, чё я там? А всё, не прощаюсь. Вторым выпуском у нас будет селф-мейд. Мы помним, да? Всю неделю у нас будет селф-мейд. Год, так сказать, да? Мой год, тигра, я буду заканчивать селф-мейдом. И это не может не радовать. Потому что, ну, не таким же заканчивать. Правильно? Год. Таким закончишь, потом весь год будешь такое петь. Пейте нормальное пиво на Новый год. Чтоб, не дай бог, вдруг приметы сбываются. Вот тогда будет точно пипец. Всё, давайте увидимся.